Об одной из систем, как раз кирпичик, который информационной безопасности был заложен в самом начале, при начале ее разработки, я и хотел бы рассказать. АСТГОС проектировалась как автоматизированная система в защищенном исполнении. Одной из целей создания которой было ограничение доступа к закупкам участников государственного оборонного заказа. Но создавалась она ради определенных моментов. Конечно, когда у нас на торговой площадке покупается определенное количество пар или металла, то условно можно сказать, сколько у нас слушает военнослужащих или сколько производится танков. Вся инфраструктура специализированной электронной площадки размещена в защищенной доверенной среде, закрытой от публичного доступа. Ключевой характеристикой закрытых закупок является то, что они содержат информацию, доступ к которой ограничен. Поэтому площадка, на которой производятся закрытые закупки в электронной форме, это в первую очередь инструмент защиты информации. И только потом это система для организации и проведения торгов. Специализированная электронная площадка СТГОС – это информационная система, аттестованная в соответствии с требованиями СТЭК России. Все используемые в ней технологии и применяемые решения по защите информации согласованы с ФСБ России. А применяемые в системе СКЗ прошли оценку влияния программного обеспечения на штатное функционирование средств криптографической защиты информации. Серверный комплекс СТГОС функционирует на программных решениях отечественной сборки и включает средства защиты информации, сертифицированные по требованиям безопасности. Все это позволило выстроить на площадке многоуровневую систему защиты от несанкционированного доступа. А совокупность применяемых организационно-технических мер позволила обеспечить выполнение всех необходимых требований. На сегодняшний день АСТГОС – это одна из крупнейших в стране информационных систем по масштабам покрытия защищенной сети. Количество подключенных абонентов – порядка 50 тысяч. Инфраструктура площадки предоставляет возможность не только проводить закрытые закупки, но и использовать защищенные каналы связи для обмена конфиденциальной информации. Благодаря согласованным техническим решениям по получению ключей конфиденциальной связи, обновлению сертификатов, ключа электронной подписи, абоненты АСТГОС значительно сокращают время подключения к площадке и, как следствие, размещают срок гособоронзаказа. Хочется отметить развитие сети АСТГОС. В целях совершенствования электронной площадки в ближайшие два года планируется разработка и внедрение решений в области информационной безопасности по передаче сведений, составляющих государственную тайну и, как следствие, проведение таких закупочных процедур. Данная платформа позволит в том числе реализовать задачи, направленные на межведомственный обмен информации между федеральными органами исполнительной власти, предприятиями ИОПК и организациями. Так как данная система относительно новая, пользователи совершают определенного рода ошибки. Я хотел бы сейчас пригласить сотрудника АСТГОС, Курмаева Рамеля Булатовича. Он чуть более подробно расскажет, какие ошибки совершают пользователи. Большое спасибо, Алексей. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Я хотел бы в двух словах остановиться на основных проблемах, которые возникают у пользователей на специализированной электронной площадке АСТГОС. И, в общем, изначально хотел сказать, что многие задают вопрос. Спрашивают, в чем отличие специализированной электронной площадки от обыкновенной электронной площадки. Ведь все площадки отбирает правительство, и все они соответствуют определенным требованиям, единым и дополнительным требованиям. Вот когда, вы знаете, в России запускались эти площадки, для них стояли абсолютно другие задачи. И вопрос защиты информации, он не был первоочередным. Почему? Потому что обрабатывалась исключительно открытая информация. Но, как Алексей сказал, что ключевой характеристикой закрытых закупок является то, что они содержат информацию, доступ к которой нужно ограничивать. Хотелось бы затронуть два основных момента по тем основным ошибкам или проблемам, которые совершают пользователи. Ну вот, первая проблема, она организационная, вторая проблема, она организационно-техническая. Дело в том, что в первой проблеме пользователи зачем-то, по каким-то причинам ведутся на уловки мошенников. Что делают мошенники? Они звонят пользователям, предлагают круглую сумму денег для участия в каких-то процедурах, а потом выясняется, что эти процедуры проходят на АСТ ГОС, и мошенники запугивают пользователей, говорят, что вы знаете, на АСТ ГОС вы быстро не попадете, вам необходимо с нами сейчас быстренько заключить контракт, договор, мы вас быстро туда подключим, аккредитуем, и вы выиграете то, что должны выиграть. Потом мошенники получают деньги по договору и просто пропадают абсолютно ни слуха, ни духа. От них не слышно, и пользователи нам пишут и говорят, что нам делать, у вас на площадке мошенники. В общем, мы как третья сторона в данном случае не можем никаким образом воздействовать на договорные отношения между двумя юридическими лицами. И максимум, что мы можем сделать, это посоветовать нашим пользователям о том, чтобы в случае, если даже они считают необходимым заключить контракт с данной организацией, то, как минимум, если эта организация настраивает СКЗИ или же каким-то образом осветки действий с СКЗИ, то это уже является, как мы все знаем, лицензируемым видом деятельности. Поэтому организация может всегда обратиться в Центр по лицензированию и сертификации защиты государственных тайн ФСБ России для того, чтобы выяснить, есть ли лицензия у данной организации или нет этой лицензии, и сделать соответствующие выводы. Очень хорошо, что несколько таких случаев нам удалось пресечь, но, к сожалению, мы не можем никак запретить пользователям заключать дополнительные договоры на консультирование, на что-то еще. Это, собственно, в ответственности самих пользователей находится. Ну и вторая проблема пользователей, она заключается в том, что при подключении к защищенной сети пользователь начинает работать, он должен отдавать себе отчет в том, что на любой СКЗИ есть правила пользования, и их необходимо неукоснительно соблюдать. Бывает такое, что пользователь передает свой ключ от СКЗИ третьему лицу, понимая, ну то есть преднамеренно или не преднамеренно, и потом видит, что его система заблокировала, и спрашивает, что случилось, я же ничего не делал. Вот можем наглядно рассмотреть на слайде, каким образом происходит блокировка пользователей в защищенной сети. Вот есть одна организация и вторая организация, у каждой организации есть своя электронная подпись. Отличие организации заключается в том, что у одной есть подключение к защищенной сети, у другой организации нет этого подключения. По тем или иным причинам одна организация приглашает вторую организацию, ну или по-другому как-то один человек из одной организации идет в другую организацию, там, где есть подключение к защищенной сети, и предъявляет в информационной системе свою электронную подпись, и заходит в личный кабинет, используя сертификат электронной подписи. Соответственно, система мониторинга видит, что осуществлен доступ третьим лицом с использованием ключа, который принадлежит другой организации, и блокирует этот ключ в системе. Это классический пример, каким образом пользователь нарушает правила эксплуатации СКЗГ. Казалось бы, на этот момент исчерпан, но на горизонте появляется третья организация, и у этой организации также есть своя электронная подпись, и также есть свое подключение к защищенной сети. Что делают первые две организации? Они берут свои электронные подписи и идут к третьей организации. Соответственно, также система все это видит, ключ в системе блокируется, блокируется ключ в системе на основании пункта 47 приказа ФАПСИ номер 152. Многие говорят о том, что что вы говорите, в ФАПСИ уже службы такой давно нет, службы нет, но приказ при этом никто не отменял. Пункт 47 говорит о том, что криптоключи, в отношении которых возникает подозрение в компрометации, необходимо немедленно вывести из действия, если иной порядок не оговорен. Соответственно, на входе мы имели организации, которые были с доступом к защищенной сети, а на выходе мы имеем то, что те пользователи, которые имели доступ, потеряли этот доступ и были заблокированы в системе. Вот, коллеги, ну, это основные две сложности, которые мы наблюдаем у пользователей защищенной сети. Большое спасибо коллегам за доклады и спасибо большое за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.